Вот так англичане. О, они мне казались очень симпатичными. Симпатичными? Хорошие ребята, эти лягушатники. Только тот, что поменьше, очень беспокойный. Да, правда, он немножко шумный. Франция оказалась одной из первых стран, которая не выдержала натиска немецких захватчиков во время Второй мировой войны. Жители оккупированной Франции организовали активные подполья и, как могли, оказывали сопротивление врагу. После окончания войны в свет вышла одна из лучших комедий своего времени под названием «Большая прогулка». В ней авторы с присущим французам юмором рассказали о непростом периоде в жизни своей страны. Извините, но я вынужден прервать репетицию. Вы слышали? Прекрасно. Репетиция окончена, господа. К сожалению, нам более-неболее приходится прервать репетицию под угрозой автомата. Вот. Вечером сядем в луру. Летом 1942 года, возвращаясь в задание, британский бомбардировщик получает повреждения от огня немецких зенитных установок. Экипаж вынужден прыгать с парашютами из-под битого самолета прямо в центр Парижа. Таким образом, перед тремя английскими летчиками стоит непростая задача – вернуться домой, минуя целую страну, кишащую германскими захватчиками. «Большая прогулка» – классическая комедия с Луиду Финессом и Бурвилем в главных ролях. Кстати, это второй после разини фильм «Жерара Ури», в котором французский режиссер свел двух знаменитых комиков. В данной кинокартине «Жерар Ури» вновь противопоставляет флегматичного Бурвиля взрывному Луиду Финессу и, как по мне, вышло просто потрясающе. «Я ведь не могу вас на своем горбу тащить всю дорогу». «Ну-ну-ну, хватит болтать, вперед, не теряйте времени». «Третий раз вы меня охмуряете. Сперва туфли, потом велосипед». Радует и то, что авторы фильма смеются над всеми участниками событий. Нам, зрителям, не пытаются навязать какую-либо правильную точку зрения на события, произошедшие во Франции 80 лет назад. Французы, англичане, немцы – все ведут себя одинаково глупо, и именно это и вызывает искреннюю улыбку во время просмотра. «Кто этот Маришаль?» «Я уже ничего не знаю, он все время перебивает, кашляет, сморкается, кашляет, сморкается». Хочется отметить, что комедия «Большая прогулка» относится к тому типу фильмов, которые можно и даже нужно периодически пересматривать. Это отличный семейный фильм, который я чрезвычайно рекомендую к просмотру. На этом я прощаюсь с вами. Видео подготовил Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы. Павел, журнал «Советское кино», «Советское кино», «Советское кино», «Советское кино». Павел, журнал «Советское кино».